Сегодня большой праздник для каратистов. Анна Троегубова неожиданно вдруг решила приобщиться к этому мероприятию. Совсем недавно мы видели, как Анна рассказывала нам в прямом включении о невероятных порывах ветра в Красноярске, ее практически сносило. Вот она решила эту самую экстремальную линию и продолжить. Аня, доброе утро! Ох ты! Сенсей, чем ты там занимаешься? Что делаешь? Доброе утро всему Красноярскому краю. Да, я нахожусь в Кимоно, возможно, вы не знали, но у меня синий пояс по Киоку Синкай. Да, вот такие вот неожиданные о себе подробности я раскрываю. Но есть еще один момент. Сейчас мне предстоит самый важный и ответственный матч. Возможно, я перескакну все остальные и получу сразу черный. Главное, вы посмотрите на моего соперника. Он очень серьезный. Я немного волнуюсь, ставлю микрофон. И мы готовы сразиться. Оз! Оз! Я верю в свою победу. Давай! Да! Ну ты что так сильно бьешь? Нельзя же так сразу же девочек сильно бить. Представляете? Вот такие вот маленькие юные каратисты. Мирон, спасибо тебе большое. А как нужно завершить наш бой с тобой тоже? Оз! Оз! Вот видите, какие мы. На самом деле, не один Мирон здесь присутствует. Но и огромное количество юных спортсменов, которые как раз собрались в спортивный клуб «Воины ветра». И по Кио Кусинка соревнования здесь проходят. Но рядом со мной директор этого самого клуба, Тарас Нискуба. Доброе вам утро. Расскажите, действительно ли самые юные здесь ребятишки собрались? И что за соревнования? Какого рода? Соревнования будут проходить, спортивный праздник, первенство советского района на призы Красноярского спортивного клуба «Воины ветра». Ребятишки будут самые маленькие от трех лет и до одиннадцати. То есть по разным возрастным и весовым категориям. А получается, что где-то примерно с трех лет они начинают заниматься. И что это за первые движения, которые они делают? Что именно они показывают? Сейчас они работают на касания. Вообще я практикую именно с трех лет. Потому что лично мой опыт дает большие результаты, когда дети занимаются с маленького возраста. И уже более старшим возрасте они уже становятся профессионалами. То есть вот сейчас я так понимаю, что это просто какие-то касания элементарные? Они могут повалить друг друга? Или вот какая их задача, допустим, на этом этапе? Ну там на каком-то одном из первых? Это легкая отработка ударной техники. То есть чтобы они привыкали уходить от ударов, наносить правильно удары. Ну то есть моторика здесь работает очень сильно. И они видят, то есть если соперник где-то открылся, то есть как его ударить? Ну здесь получается не больно, безопасно. Ну то есть еще одно внимание, скажем так, тоже получается. Насколько я помню, это во второй год проходит соревнование. Как-то изменилось, допустим, к этому году? Может быть, ребята новые появились? Или, я не знаю, как-то само соревнование изменилось? Да, во-первых, ребята сами по себе подросли уже. Много новых ребятишек. В этом году будет много очень гостей у нас, которые придут. Ветераны будут боевых действий, торжественное слово будет. Также будет президент федерации. Ну и вообще будет много интересного. А допустим, что победителем будет? Будет какая-то возможность, я не знаю, там повысить уровень пояса, если так можно выразиться или что? А здесь же будут фактически победители? Конечно, конечно. Здесь будут первые, вторые, третьи места обязательно. Кубки будут красивые. Это опыт в первую очередь для ребятишек. То есть такие соревнования мы проводим. То есть со всего края приезжают дети именно для опыта, чтобы более серьезных соревнований уже участвовать. И не было боязни татами. То есть выйти с сопернику, чтобы не стеснялись, не боялись, не волновались. А получается, я смотрю, что и девочки принимают участие. Как вот, что для них это дает? Тоже какую-то, я не знаю, физическую подготовку элементарную. То есть можно ли заменить гимнастику, например, таким вот каратэ-киокусинкай? Ну, заменить гимнастику я не буду утверждать. А вообще, ну, Лиза у нас, она отдельная звезда, она чемпионка. Она еще ни разу у нас не проигрывала. Она с мальчиками у нас постоянно стоит и на соревнованиях тоже. Просто родители водят для самообороны. То есть, и она как бы может за себя уже постоять. И уверенность в себе дает ребенку очень. Ну, тогда в завершение, если вдруг кто-то захочет сегодня прийти и тоже понаблюдать, поболеть за этих юных, очаровательных ребятишек, напомните, во сколько, куда именно им можно прийти и посмотреть? 5 ноября в 10 часов утра начало соревнований Дом спорта Советский, Джамбульская, 24, строение 1. Всех ждем. Будет весело. Спасибо большое. Ну, я думаю, что действительно будет позитивно. И наверняка, может быть, вдруг своего ребенка вы тоже решите отдать именно в этот вид спорта. Ну, а сейчас от такого спортивного к погодному перейдем. Мы узнаем, какие температурные режимы нас ожидают.